всем привет даже дорогие зрители и подписчики канала кто впервые попал на наш канал славян насенька наши маленькие спиногрызики да да у нас большая семья и сегодня в этом выпуске про то сколько эта семья потратила денег за первый месяц в таиланде а именно да именно паттаю мы выбрали для первое место своей жизни в таиланде провели там ровно месяц и сегодня про это поговорим единственно что мы сейчас дойдем до пляжика куда по пенсии свои прислоним и продолжим а вы пока посмотрите красивые подсъемы из таиланда поставьте лайк потом напишите комментарий а если подписан то подпишитесь погнали мы дошли по пляжу но у нас такой здесь ветрище раз не понимаю снимать сегодня просто ветер мощь итак напоминаем что мы значит решили остановиться в паттайе это город который находится примерно там 200 с копейками от банкока и там остановиться на месяц первый расход месяца жизни в паттайе это конечно же был трансфер мы ехали на такси значит из банкока в паттаю и вышел нам трансфер 3 800 рублей здесь я буду прикреплять конвертации баты и доллары чтобы вам было проще ориентироваться сколько что стоит у нас был план снять жилье на месяц но это оказалось непростой задачи потому что здесь вообще в таиланде как бы запрещена краткосрочная аренда и люди не хотят давать короткий срок поэтому очень сложно было найти но мы воспользовались и пересмотрели кучу вариантов хотя мы смотрели изначально даже на три месяца думали что все таки попробуем контракт оформить вот нашли несколько вариантов но везде требовали где-то один где-то два депозита мы не хотели оставлять депозит поэтому мы решили что мы снимем на короткий срок и будем снимать практически посудочно грубо говоря когда мы искали не так было много на самом деле вариантов принципе месячного жилья но нам повезло мы нашли эту квартиру район назывался пратамнак прям граница пратамнака и джамтиена у нас до моря было буквально шесть минут расслабленным шагом с детьми и с коляской у нас рядом с нами был ночной рынок рядом с нами была русская улица рядом с нами были различные магазины единственное что до всяких магазинов типа огромные лотосы там и пикси и так далее конечно них нужно было ездить мы ездили на такси также недалеко у нас были различные достопримечательности основная набережная фаттайи торговый центр терминал 21 очень знаменитый был буквально там 20 минут на такси также был декабло везде в районе стабад мы могли доехать до практически любой локации в центре что мы и делали мы постоянно ездили на такси квартира была не самая новая да и комплекс был не самый новый но он был очень спокойный там было не знаю мне кажется мы одни там были из наших русскоязычных людей в основном это были европейцы маленький свободный бассейн где особо толком никто и не купался и тем самым как бы в этом был плюс этой квартиры и она нам обошлась 96 тысяч рублей не считая того что мы еще при выезде заплатили 6 тысяч за электричество потому что там было сразу оговорено что электричество платят отдельно а заводу денег не брали и хорошо вот такая сумма у нас вышла на жилье когда говорили про жилье мы уже вам сказали что мы передвигались на такси до любых локаций на самом деле ну по крайней мере в паттайе такси развито очень хорошо мы пользовались единственным предложением называется in drive скачивайте себе его на телефон и пользуйтесь очень удобно приезжают быстрые хорошие машины еще почему мы выбрали такси потому что для нашей большой семьи мы не можем взять в аренду байк потому что нас трое детей да один из них еще даже маленький вот поэтому брать машину в аренду тоже было бы гораздо затратнее при всем при этом что выгоднее было в общем передвигаться на такси да и первый месяц мы особо никуда ездить и не хотели как-то глобально мы хотели посидеть и смотреться на местности и покушать едут попробовать разную кухню тайскую в общем просто приехать и как сказать привыкнуть вникнуть да вот во всю эту жизнь потому что в таиланд мы приехали впервые и того на такси у нас вышло вышло 4000 рублей в принципе я не знаю много это или немного ездили мы достаточно прилично кто не смотрел выпуски обязательно посмотрите а мы плавненько переходим к следующей статье расходов а следующая статья расходов мне кажется такая основная после жилья это продукты продукты мы покупали в ближайших магазинах маленьких типа 7-eleven и кэс лотус нам очень нравилось что там есть всегда свежее мясо да не замороженное мы покупали в лэв они тоже какие-то продукты брали хотя он не очень он такой больше знаете на быстрое питание лапша готовые обеды то что нам не понравилось изначально ходили и также возле нашего дома был магазин для иностранцев для европейцев и для русских который назывался фудмаркет мы в него ходили пешком минут 20 и цены там выше конечно среднего но там можно было купить любое сливочное масло спагетти да то что нет в обычных тайских магазинах супермаркета вообще с продуктами здесь нет никаких проблем вы можете действительно купить любую еду даже привычное у нас в россии на мог горю отворога то я не знаю там до борща здесь абсолютно все есть вопрос только цены естественно эти блюда подороже вы в продуктах себе не отказывали ничего не зажимали пили вино брали макароны то есть все что здесь в принципе подороже нам привычное и ушло у нас рынке мы посещали тоже регулярно так у нас на трое детей естественно овощи фрукты всегда у нас холодильнике были в полном объеме и того у нас на продукты вышло 67 тысяч рублей вот я вот думаю это много или не или мало это с учетом и какого-то алкоголя иногда пиво немножко там еще что-то это с учетом мороженых пироженых да то есть вот этого всего не считая кафе а кафе а следующая кара статья снова про еду это именно про кафе и мы в кафе ходили тоже часто в основном мы это делали на рыночных кафе так сказать но в любом случае это тоже стоит денег как говорили многие кто здесь постоянно ездил и 10 лет назад были они говорили что цены вот как были в двенадцатом году так до сих пор эти цены сохраняются только для нас теперь все это изменилось и действительно смотришь на цены в банах классные цены но если бы не курс то было вообще круто ну и суммарно на кафе у нас вышло 27 тысяч рублей но мы и кушали и гребешки и мы пробовали все разные шашлычки мы пробовали мы пили сюда смузи мы покупали рыбу разную то есть мы кушали все что мы хотели мы пробовали мы себя тоже не ограничивали выборе там не ели только рис там один сплошной да то есть мы кушали разнообразно первый месяц мы просто решили себе в еде вообще не отказывать и пробовать максимально все для тех кто впервые попал наш канал мы изначально показали что у нас трое детей и конечно же 4 это я и нас всех нужно развлекать насенка любит посещать какие-то такие загадочные интерес достопримечательности а мы с парнями любим веселиться поэтому в этом месяце у нас хватило и активности мы катались на картингах мы ходили в арт-музей мы посещали различные храмы и большинство достопримечательностей вход к сожалению платный к сожалению естественно вход платный везде конечно а на большую семью еще и затратно выходит у нас только мирошка проскакивал бесплатно за остальных нужно было платить в основном 50 процентов была скидка на детей но где-то за темку брали по полному подробные выпуски конечно со всяких достопримечательностей посмотрите и это вот на все развлечения у нас вышло это плюс-минус пару копеек пока родители записывают видео мирошка уже все мы кстати переехали об этом следующий выпуск и вот такого моря очень не хватает конечно паттайи очень не хватает здесь прекрасная где мы расскажем следующем выпуске так что обязательно подпишитесь и нажмите на уведомление чтобы не пропустить ну и последнее конечно статья учитывая что вы люди современные нам нужен интернет и покупка sim карты нужно вы изначально пользовались и симка и вот компания ралом я там кстати оставлю ссылку в описании переходите моя реферальная ссылочка по ней получите 50 процентов скидку очень удобно в путешествиях но потом мы купили снова есть симку только уже от местного оператора sim карта значит на 90 дней прям под штамп в паспорте и стоила она 600 бат не дается 100 гигабайт интернет это конечно немного но мы на улице особо не пользуемся а дома у нас безумно крутой интернет а скорость сложится на максимум еще помимо вот этих всех дополнительных расходов были такие как мелкие расходы мы их так называем непредвиденные например купили новую камеру она нам обошлась в 35 200 также мы делали краны на телефоне у нас стенки это было 6 500 рублей в общем есть еще мелкие расходы которые примерно на 10 тысяч рублей еще надо сказать о том что каждое снятие мы пользуемся российской карты и снимаем деньги с банкоматы и каждый раз помимо того что завышенный немного курс мы еще и платим комиссию всегда банку по 220 бат за каждое снятие этого тоже на самом деле прилично в общем на самом деле ребятки за первый месяц жизни в паттайе у нас ушло почти 300 тысяч посмотрите обязательно выпуск во сколько нам вошлась идея зимовать мы как раз нам рассказывали сколько мы потратили на билет на ама на прогулку по бангкоку и так далее и так далее и так далее это первая статья расходов было и обязательно для сравнения посмотрите ребята вот этот выпуск из шри-ланки когда мы подводили итоги первого месяца на шри-ланке и там сумма была гораздо меньше и мы такие говорим вот этой суммы нам хватает в любой стране мира нет жить и путешествовать и жить в путешествии стало в два раза дороже друзья не прошло и года как все изменилось цены выросли курсы поменялись и мы пишем это видео просто волосы даже встают дыбом ну и конечно же в конце выпуска хочется сказать про выводы про город паттайя город очень классный все есть все супер развито для детей много развлечений для взрослых но не очень хорошая море мы конечно привыкли более какому-то белоснежным пляжем более чистой водички практически никто там не покупается все ездят на остров мы кстати тоже ездили на остров это тоже дополнительный расход если выбирать паттайю для 10 дневного отдыха мы бы не выбрали если выбирать паттайю для жизни для релокации то ее можно выбрать только потому что там дешевле жилье дешевле еда но опять же это больше мы наслышаны по поводу того что дешевле чем других местах потому что мы только сейчас переехали другой город и уже потом по истечению здесь проживания месяца дамы мы сравним и скажем поэтому для жизни для релокации классный развитый город все супер работает крутые торговые центры хорошие цены что касается отдыха то наверное с детьми паттайю для отдыха ну выбирать не стоит потому что на дальние пляжи на острова кататься замучаешься а купаться в море которые мутные непонятные него хоть мы и нашли там такой пляжик более-менее в пешей доступности но это не то это все равно не а кто-то любит вот такой вот месяц ребятки жизни в таиланде в городе паттайя как вам пишите свое мнение в комментариях следующем выпуске мы с вами переезжаем новый город так что подписывайтесь чтобы ничего не пропустить а все ссылки на наши социальные сети найдете там в описании пока удачи